Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Наверняка вы знаете, что иноагенты Галкин с Пугачевой посетили концерт Шевчука, группы ДДТ. Потом они пофотографировались, там же был и иноагент Теньков, они и с Пугачевой до этого пообщались с ним, наверное, обсудили какие-то, как предполагают, финансовые вопросы. Ибо зачем ей встречаться с миллиардером, бывшим банкиром. Дело в том, что на снимках, которые были размещены, где они в гримёрке после концерта, многие, конечно, были ошарашены тем внешним видом, которым предстала Пугачева. Фактически её лицо начали скрывать. Вот глаз посторонних людей, оно зафотошоплено, замылено полностью до глаз. И местные, я вот сейчас прочитал статью, говорят о том, что если раньше они часто видели гуляющие её, и делились друг с другом информацией о том, где видели её, куда она заходила. После того, как она посетила магазин, где продавец из России рассказала, что она ей пожаловалась на местную погоду, что очень жарко, приходится покупать обувь на размер больше. Перестали её видеть практически и считают, что она живёт затворницей в четырёх стенах. Ну, а на фотографиях пластические хирурги говорят о том, что очень много проблем, связанных с тем, что она начала делать пластику ещё в то время, когда она была совсем не развита. И с того времени тянутся вот эти проблемы, которые сейчас фактически устранить уже невозможно. Ну, и многие, кто был на концерте, зрители говорят о том, что она осунулась, еле ходит, но фактически очень тяжело выглядит и очень плохо выглядит, тяжело себя чувствует. Жара, собственно говоря, понятна. Последние два с лишним года замечательной спокойной жизни, которую я обещала на агента Галкина, которую она выбрала и приняла. И, собственно говоря, не просто поехала за мужем, как пытаются выставить, а она более того заявляла и пыталась, значит, кривляться в адрес Стаса Михайлова, заявляя о том, что, значит, нормальные люди туда не поедут, имея в виду нашу родину, Россию. Вы знаете, при том, что её дочь находилась в этот момент здесь, на секундочку, да? К слову, кого она считает нормальным и ненормальным. Так вот, друзья, вы знаете, я хочу сказать, что люди задаются вопросом, почему же она, в комментариях, почему же она такое неприятие себя, почему не принимает себя, ведь Зыкина, Толкунова, вот, старели естественно, и, скажем так, она вот абсолютно не может принять себя. Ну, во-первых, и на агента Галкина совсем недавно шутил про кооператив судорога, высмеивая людей, которые гораздо младше, чем Пугачева. Да, это раз. Второе, даже если его не брать его внимания, те люди, которые готовы бросить свою родину, собственно говоря, вы знаете, как правило, у них большие психологические проблемы. А когда человек начинает скрывать своё лицо, просто его фактически абсолютно закрывая фотошопом, с помощью определённых техник, да, вот этого ретуширования, ну, это говорит о том, что человек не может принять старость фактически на фоне более молодого мужа, комплексует и, собственно говоря, ну, теряет свою индивидуальность в определённой степени, стирается какая-то вот личность, да, человека, скажем так. Конечно, человек, который с гордо поднятой головой может показать свои морщины, и каждая морщинка – это определённый период жизни, который виден другим людям, и вы знаете, когда смотришь на таких людей, видишь не морщины, а видишь свет из глаз струящийся. И вот это самое главное – не морщины, не свет в глазах, самое главное у человека, свет души. Поэтому человек может быть полным, может быть худым от болезни, может быть пожилым, молодым, как угодно, но неизменно одно – это, да, глаза, зеркало души. Поэтому в данном случае, ещё раз говорю, всё это связано, это всё связано с тем, что они уехали, они бросили родину, с моей точки зрения, с точки зрения, я думаю, вашей, но их… Стоит только снять одно видео, тут же начинается нашествие ботов о том, что на забвение, там, давайте забудем, прям созданы в один день, в день съёмки прям созданы, прям, вот, 10 комментариев в ряд с разными фразами, чтобы не попасть там в фильтры, да, а чтобы отобразились комментарии. Но фразы ключевые одни и те же. Не знаю, кто им там помогает таким путём, есть люди, которые действительно хотят о них забыть, но я считаю, что нужно помнить, потому что многие из них возвращаются и говорят, что они никуда не уезжали, а виноваты вообще мы в том, что мы, так сказать, их в таком свете выставили. Удаляются из интернета их фразы, их выступления, зачищаются, ну, кадры, например, голой вечеринки. Попробуйте поискачить на Яндексе, допустим, набрать голой вечеринкой и в левой, посмотрите, сколько было кадров, когда она состоялась, сколько сейчас осталось. Вы удивитесь очень сильно. Вот, друзья, поэтому в данном случае хочу сказать, что вот такого рода внешние дела, они не только связаны с какими-то женскими штучками, дрючками, это банальные психологические проблемы человека, который, собственно говоря, способен уехать, бросить родину, и он не принимает ни родину, ни историю, ни себя, абсолютно ничего. Муж может шутить над людьми по именно возрасту, по возрасту, который младше жены, то есть ничего святого нет, собственно говоря, абсолютно, и никаких принципов тоже нет. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочка закреплена на комментарии в описании к видео. Друзья, я вас приглашаю на свой второй официальный канал Будда Гришна новости в Телеграм, это резервный, запасной канал. Если что-то здесь случится, мы с вами там не потеряемся, поэтому потратите 20 секунд времени, ссылочка закреплена на комментарии в описании к видео. Вам 20 секунд времени, а в случае чего, так сказать, мы с вами сохраним связь. Там выходят новости, круглосуточно с моими комментариями, выходят некоторые видео, которых здесь нет. В силу того, что там больше свободы слова, там в Телеграм-канале моем втором Будда Гришна новости мы говорим о коррупции, о миграции, о кадровых перестановках недавно, которые случились в Минобороне, в правительстве в целом, о внешне-внутренней политике, вопросах операции, абсолютно все, герои операции. Вот буквально сегодня там публикация вышла о военнослужащем, который 21 день без еды и воды провел в блиндаже. Это невообразимо абсолютно. И могу сказать, что когда я смотрел его интервью, его ранило, там он лишился ног, но тем не менее 21 день, блин, даже он провел без еды и воды. И выжил, выжил. Его вытащили, и похудел он на 17 килограмм за это время. Много таких материалов. Поэтому, друзья, подписывайтесь, я вас там жду. Будда Гришна новости в Телеграм. Друзья, я приглашаю вас на свой сайт буддогришна.ком для бизнесменов-предпринимателей. Скажу, что там есть мое видеообращение. Посмотрите, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими. посмотрите, это видеообращение заинтересует, пишите. Поэтому, друзья, хочется сказать, что вот я упомянул сейчас о военнослужащем, который 21 день из Дагестана, он пробыл в блиндаже. И вот даже эта публикация настолько резко контрастирует с теми убегантами, теми людьми, которые просто выбирают одно. Они выбрали и привыкли выбирать одно. Везде, что здесь, что в другой стране. там, где им лучше, там, где им теплее. Это такая извечная тема личного комфорта и какой-то высшей цели. Например, судьбы родины, судьбы родителей, судьбы семьи, судьбы детей и так далее, и так далее. Поэтому некоторые семьи сохраняются, а в некоторых человек выбирает личный комфорт, скажем так. И в этом плохого-то ничего нет. Это совершенно другая тема. Не будем ее трогать. Можно о ней поговорить подробнее. Но, тем не менее, вот в данном случае это касается этих людей. Друзья, успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.